Колейка Колейка – это очередь из грузовиков, стоящих на дороге в ожидании запуска на пограничный переход, запуска на таможенный терминал, запуска в порт, запуска к месту погрузки-разгрузки, а также из автомобилей, ожидающих возобновления движения после, улучшения погодных условий, после завершения ремонта участка дороги, после ликвидации аварии и тому подобного. Иногда колейками называют обычные пробки или заторы, но это неправильно. Колейка отличается от пробок большей продолжительностью простоев между продвижками. Условно говоря, если между продвижками можно прилечь на спальник – это колейка. Стояние в колейках – одна из самых неприятных особенностей работы российских, да и вообще всех дальнобойщиков на пространстве бывшего СССР. Ну, казалось бы, ведь стоишь, а не едешь, то есть вроде бы отдыхаешь. Но это не так и даже совсем не так. Любой дальнобойщик подтвердит, что выходя из колейки, ты словно вдыхаешь свежего воздуха, как будто выходишь на улицу из смрадного помещения. Стояние в колейках – это одна из самых вредных для здоровья сторон дальнобоя, потому что это сплошная нервотрепка. Из-за периодически возникающих продвижек не удается нормально поспать, нужно все время быть начеку. Ведь ты не просто стоишь на обочине, ты стоишь в очереди. И если при возникновении продвижки тебя не разбудит передний или задний водитель, тебя начнут объезжать, и ты потом можешь вообще не найти своей очереди. Да, и в колейке можно пытаться соблюдать РТО и спать положенное время, договорившись с соседями по колейке, чтобы они потом впустили тебя на твое место в очереди. В этом случае, чтобы не будили, можно, например, повесить светоотражающий жилет на зеркало. Однако бывает так, что на погранпереходе вдруг, по какой-то неизвестной никому причине, начинают работать очень быстро, и ты можешь потом уже просто не догнать свою очередь. Проще, когда стоишь с компанией, тогда можно расслабиться, так как даже если свои машины стоят в разных местах колейки, можно созвониться и разбудить, предупредить о продвижке. На некоторых погранпереходах среди водителей практикуется неписанное правило – пропускать вперед очереди того, у кого день рождения. В этом случае виновник торжества должен останавливаться по требованию любого стоящего в колейке и предъявлять документ с датой своего дня рождения. Кроме постоянной нервотрёпки из-за продвижек, стояние в колейке может сопровождаться следующими удовольствиями. Отсутствие туалетов. Это ладно, если лето и колейка в лесу, а если минус тридцать, ветер и в чистом поле. Отсутствие воды, как для мытья, так и для питья. Отсутствие магазинов и пунктов питания. Также, поскольку стоянка происходит прямо на дороге, нередки случаи, когда несущиеся мимо автомобили сбивают находящихся рядом с грузовиками водителей. Поэтому выходить из кабины в колейке нужно строго в светоотражающей жилетке. Ну и анекдот про колейку. Встречаются две жены дальнобойщиков. Одна другой. Мой, когда приезжает, заваливается спать и никакого внимания на меня не обращает, даже не зная, что делать. А ты, когда он спит, толкай его в бок и кричи «продвижка». Он как скочит, так и делай с ним, что хочешь. Встречаются через неделю. Ну как, попробовала мой совет? Да, приехал, лёг спать. Я его толкаю и говорю «продвижка». А он на другой бок перевернулся и говорит «объезжай». Спасибо.